Для меня самая серьезная, самая непреодолимая несправедливость жизни в том, когда я вижу маленьких трехмесячных детей, больных раком, или, ну, не знаю, молодых людей, которые вдруг там какая-то сложная болезнь, и они постепенно утрачивают какие-то вообще там человеческие возможности, идет какая-то регресс и деградация, и человек как бы превращается в овощи. Для меня это ничего страшнее, чем вот эти вот примеры каких-то. Причем почему-то для меня, когда вот, ну, так можно жестоко говорить, но почему-то для меня не так страшно, когда болеет пожилой человек или хотя бы поживший человек, да, как-то в этом есть какая-то закономерность или, ну, какая-то... Ну, справедливость, наверное, никогда ее в этом не найдешь, но как-то хоть это оправдано и понятно. Но вот когда ты видишь маленьких детей, особенно совсем крошечных, я иногда начинаю вообще не понимать тогда. Ну, то есть для меня очень сильно это расшатывает мои какие-то жизненные устои, какие-то принципы, на которых я, как мне кажется, иногда очень крепко стою. И когда я вижу там в больнице трехмесячного ребенка, у которого там несколько опухолей, я... у меня опускаются руки, опускаются... все опускается. Вот это, мне кажется, самое несправедливое ответа вот на эти вопросы. Почему так? За что? Как это может быть? Как могут дети отвечать там за эти грехи родителей или что это еще? Как это возможно? Как может, ну, трехмесячный ребенок получить такие тяжелейшие, почти там в каких-то случаях несоизмеримые с жизнью болезни, да? Как бы, на мой взгляд, все отходит немножко в этот момент. И все психологические доводы, и там, и философские, и религиозные, и реальные, и хирургические, там, научные. Ну, то есть для меня вот как бы в этот момент у меня просто происходит какое-то, ну, а не менее во всем моем жизненном... во всей моей жизни, короче.